Район Ключи города Артемовского местные жители с большим сожалению называют богом забытой окраиной. Проблем здесь хоть отбавляй. И убитые дороги, и отсутствие регулярного сообщения общественного транспорта, частые перебои с холодным водоснабжением и так далее. Но несмотря на весь ком неурядец, местные жители отмечают недавние перемены жизни к лучшему. Наблюдаю, что происходит с поселком. То есть я его знаю. Вот и до. С какого года? Вот. Почти с рождения. В последнее время здесь, в общем-то, очень много хорошего произошло. Вот знаете, вот за эти два года. Во-первых, снесли вот этот вот памятник молокозаводу. Дорогу такую шикарную сделали. Переходы сделали. По какой же причине съемочная группа телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» вновь побывала в районе Ключей? Ответ очевиден. Все те перемены, произошедшие здесь, не решили главных проблем местных жителей. Вот я часто смотрю «Альтекс.Медиа» вечером. И это самые социальные вопросы, как решаются. И вы, наверное, являетесь скорой помощью. Потому что некоторые вопросы не решают. Говорят, что сделаем там в течение года, потом мы в курсе. Ну и я вот тут два раза обратилась тоже. Может, это малость, конечно. Но, вы знаете, вот эта дорога, вот сейчас родители у меня на Ломоносово живут, вот, она очень востребована. Пусть она не главная. В жизни есть главные дороги и второстепенные. И в первую очередь ремонтируют, наверное, главные дороги, да? Эта дорога, она, знаете, ведет и к знаниям во вторую школу, и на письянку, и вот эту, на советскую. И, конечно, там, где последнее наше пристанище. Пусть дорога улицы Ломоносова не обозначена знаком главная. Тем не менее, местными жителями она весьма востребована. Очень интенсивное движение. И тяжело грузы ходят. Вот еще здесь вот мусорку поставили. Сейчас еще и мусорки-то такие большие ходят. Ну и, конечно, люди ходят. Вот сейчас начнется учебный год, первое сентября. Дети ходят, я в окошечко смотрю. Пусть там есть еще где-то дорога, вот там, говорят, пешеходный переход есть. Но очень много здесь ходят по этой дороге. По словам инициатора визита, съемочной группы, телекомпании «На ключи» Надежды Соломиной, участок дороги по улице Ломоносова уже давно напрашивается на ремонт. В общем-то, дорога можно проехать. Но вот там, где стоят мусорки, вот с ворот кладбищу, там ужасный участок. Попросил, ну хотя бы две машинки или что-то подбросили. Я не знаю, как терпят жители, которые вот там живут. Потому что уже к ним чуть не во дворы заезжают. Ну вот я здесь два года живу. Вот там две ямки было. Большие такие ямочки. Ой, мы с внуком взяли. Старый асфальт вот как раз дорогу ремонтировали. И в эти ямки положили. Вот ямочный ремонт сделали. В чем ремонт вы видите? Хотя бы ямочный? Да, хотя бы эти вот тут убрать все. Вон мусорки, все эти вот переходы. Кроме прохудившейся дороги, ведущей к знаниям, то есть к образовательному учреждению номер два, а также к району Песьянки и городскому кладбищу, местные жители заострили внимание на отсутствие тротуаров. И если они есть, то их в ужасном состоянии. Вот эту дорогу хорошую сделали, которая соединяет Достоевского и Дальневосточную. Молокозавод снесли. Здесь будут строить магазин. А пешеходный тротуар в ужасном состоянии. Вот посмотрите. Во-первых, он весь дорожный. Вдоль дороги. Да, вот вдоль дороги попробуйте пройти. Но сейчас еще мы пройдем. Плиты вот так одна на другую наложены. И есть места, которые вообще как ямы. Потом их заполняют водой. И люди проходят, нарушая правила дорожного движения. На дорогу выходят. На сегодняшний день я скажу больше. Дорогу заузили на целый метр. И сейчас, при отсутствии тротуара, пешеходам по дороге ходить будет довольно сложно. Вот. Дорога-то у нас такая, что не очень широкая. И вот этот тротуар в ужасном состоянии. Сказали, что на следующий год его может сделать. Стоит отметить, тротуары для данного района уже давно стали больной темой. Ведь даже во дворах многоэтажек от них осталось жалкое подобие. Вот район пятиэтажки. Почта и там магазины. И вот когда начинаются дожди, там не пройти, там огромное море вот такое вот. Я не знаю, как там люди ходят во дворе, жители. Вот. На фоне совсем небезопасного дорожного движения для пешеходов. Надежда Соломина все-таки отметила позитивный сдвиг. Поселок стал чище. Наконец-то удалось решить проблему главной местной мусорной площадки по улице Достоевского. Теперь ее действительно не узнать. Очень приятно. Мусорки сделали. Стационарно. Вывозят все время. Чистенько стало. Мусорная площадка, на первый взгляд, обустроена по всем правилам. Вопрос в другом. Почему же опять сделана не для удобства людей? Высокие баки с крышками, которые приходится людям открывать вручную, наверное, предполагают, что к ним необходимо подходить в дуэте. Один держит крышку, второй выбрасывает мусор. К слову о контейнерных площадках. В частном секторе таких уже не встретишь. Баки установлены прямо на землю. И в основном у дороги. К ним не оформлены даже подъездные пути. Так в случае с мусорными баками по улице Ломоносова с наступлением осени. Местным жителям к ним будет весьма проблематично подойти. Возвращаясь к теме, наконец-то снесли памятник молокозаводу. Ура, на этом месте будет большой магазин. То стоит сказать, радоваться в принципе нечему. С приходом супермаркета большой приезжей торговой сети. Местные предприниматели будут просто раздавлены и разорены. Соответственно, прибыль от налогов пройдет мимо местного бюджета. То есть местная казна опять недополучит. К чему приведет такое стратегическое развитие муниципалитета, уже догадываться не стоит. Все очевидно к еще большей депрессивности нашей территории.